12 декабря 1988 года. Афганистан. Пригород Кабула. 59-я бригада материального и технического обеспечения. Рядовые сержанты и прапорщики готовят колонну для выхода в назначенный район. На потертых временем кадрах можно увидеть нашего героя. 88-го молодого офицера, а сейчас подполковника в запасе Юрия Сытника. На видео по словам воина-интернационалиста не просто дорога, а сотни километров жизни, на которой были и обстрелы духов, и минуты паники. Штат, 40-я армия, она развернута по штату военного времени. То есть мы жили в мирное время, где штат военного времени. Опыт, во-первых, боевых действий, то же самое, ну мы уже были, я уже был как бы уже наработанный, был опыт. Опыт отстрела, выходить из-под обстрела колонн. Та война, по признаниям нашего героя, как воздух, была нужна Советскому Союзу. Ведь если бы в 79-м нога русского солдата не ступила на землю Афгана, то с этого направления в страну хлынули бы тысячи террористов, контрабанда и наркотики. Можно сделать один важный вывод. За сотни километров от родины бойцы воевали за ее безопасность и неприкосновенность. То есть война, она сразу определяет, человек он настоящий человек, или он трус, или так далее. То есть на войне все видно, там никуда ничего не спрячешься. Война для Юрия Сытника закончилась 14 февраля 1989 года, за день до официального вывода войск из Афганистана. Сейчас офицер в запасе трудится в Бобруйском эксплуатационном управлении вооруженных сил, инженером по охране труда. Примечательно, военный путь Юрия закончился в Советской армии. В Белорусской он уже не успел послужить. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.